Всем привет ребят, с вами как всегда Лазар, как вы видите я еду за рулем и еду я к своему другу Элчику, вы наверное его знаете, может многие не знают, но не важно. В общем он сегодня себе будет покупать новую тачку, может он ее уже купил, я правда что-то не до конца разобрался в этом, но не важно. Короче сейчас будем искать его, он где-то тут стоит, что-то я его не вижу, так давайте заедем налево, здесь парканем, сейчас я ему туда позвоню быстренько и спросим где он там стоит, потому что я его чуть не вижу. А вон он стоит, а серьезно блин, что-то не туда приехал, давайте быстренько прыгаем в тачку, давайте к нему прям подъедем вот так вот и резко затормозим вот так прямо, опа, все шикарно, ставим букву П и вылазим с машины. Ну что, здорово Илюха. Здоров, здоров, ну как там у тебя дела? Да у меня нормально все, сам ты как? У меня тоже все нормально, вот сейчас поедем с тобой покупать новую тачку. Ого, нифига себе, шикарно бро, что ты себе решил выбрать? Ну короче посмотрел я объявление и баварик это BMW M5 F10. А, серьезно, ты себе прям F10 хочешь взять, то есть у нас с тобой будут две M5, нифига себе. Ну да, да, будем на двух пятерках суетить. Ну да, это очень круто на самом деле, поэтому ребят ставьте лайки, надеюсь что серия вам понравится, ну и короче мы уже будем собираться ссылочком выезжать. Некоторые знают, что у меня с тачкой есть небольшие проблемы, например, что-то она не сильно хочет-то ехать у меня быстро, правда я хотел делать на нее стейдж, но в итоге ничего не делал, оставили ее в стоке, надо будет это дело исправить. Также тут тормоза очень плохие, это все дело тоже надо будет регулировать, поэтому скоро свою тачку, наверное, отдам своим ребятам, они ее там сделают, я надеюсь на это, и будет все нормально. В общем, я надеюсь, что это не просто у меня такая бракованная тачка, а что это дело все-таки исправляется. Короче, ребят, мы сейчас направляемся в другой город, именно там находится F10, и потом тогда я уже включу с вами. Решили заправить тачку, потому что все-таки путь наш будет долгий, я не уверен, что бензина, который у меня сейчас залит в тачке, его вообще хватит на весь путь, поэтому, ой блин, даже как-то дрифтом сюда залетаем, все, паркуемся. И теперь, ребят, вылазим с тачки, и сейчас будем оплачивать, короче, бензин. Так, Элчик, ты, наверное, постой тут, либо можешь сходить со мной в магазинчик. Довольно странно, что на заправках любят ставить целые стеллажи с кофе, как будто кто-то его так сильно пьет в дороге, ну, не знаю, прямо, ну, даже те же йогурты, они как-то полезнее, чем кофе, поэтому, не знаю, что с заправками такое творится, ну, короче, не важно. Я что себе буду брать, я-то еще не определился, но надо что-то взять покушать, потому что дорога наша будет долгой. Ну, наверное, булочку возьму по традиции, так себе, и все. Ну, я тоже решил себе булочку взять. Сегодня прям настроение дать бочком, давайте вот тут, опа, аккуратно, просто вот так, все, идеально, мы встали, теперь можно ехать в сети один. Ну, что ж, ребят, пожелайте нам удачной дороги, надеюсь, что мы быстро приедем, хотя лучше никуда не торопиться, да, и доехать спокойно. Блин, как же мы кайфово едем, сегодня еще день такой шикарный, прямо солнечный, и мы просто с Илюхой едем, короче, ему покупать тачку, вот вы прикиньте, какой кайф. Угадайте, где мы? Да, ребят, мы уже приехали, как бы вот моя машина, вот Илюха, мы уже все в первом городе, и сейчас созвонились с хозяином BMW M5 F10, который с нами назначил место встречи. И сейчас мы поедем на одну из парковочек, смотреть саму тачку, ну и если все понравится Илюхе, то мы ее, конечно же, купим. Смотрите, какой тут прикольный съездик есть, я надеюсь, что мы сейчас едем отсюда и ничего нигде не побьем, потому что у меня все-таки летняя резина, сейчас иногда по ночам есть заморозки, короче, вот. И надо аккуратно, так, ну все, в принципе, дорога нормальная, все, выезжаем сюда и, в принципе, направляемся на парковочку. И заезжаем в паркинг, нам прям тут владелец BMW M5 F10 назначил встречу, сейчас мы найдем саму тачку. А вон, ребят, я ее, в принципе, вижу, да, это она оранжевая, да, вроде бы она. Сейчас тогда давайте тут проканемся аккуратненько возле нее. Ребята, вот и сама машина, посмотрите, какой у нее редкий такой апельсиновый цвет, она такая оранжевая, красивая, у нее еще, кстати, нету номеров, мы потом чуть позже поедем во второй город, поставим на нее номера и так далее. Ну вы взгляните просто на нее вот со стороны, ну просто цвет такой редкий, я вот лично сам нигде такого цвета на M-ках, именно на F10 не видел, то есть что-то прикольное, такая фишечка есть. Вылетаем просто вот так бачком, давайте тут дадим, опа, нифига себе, вертушку прям дал и все, выезжаем, главное, что ничего нигде не разбил. Так, короче, мы сейчас будем направляться во второй город, там мы поставим машину Илюхи на учет, прикрепим к ней номера и так далее, ну короче, вы понимаете ситуацию. Ну а сначала нам, наверное, надо заехать на заправочку, все-таки как-никак надо залить бензин нашей машины, потому что дорога будет длинной. Ну а потом, кстати, давайте тут паркнемся, сейчас еще это Илюхе скажу, что нам надо еще на заправку заехать, потому что, ну блин, как бы он, наверное, об этом не знает, сейчас поедем с пустыми баками по трассе. Да, конечно, припарковался шикарно, блин, прям по полосочкам в кавычках, конечно же, ну криво поставил. Ну сейчас мы, короче, поедем на заправочку и потом уже выедем во второй город. Не, ну днем, конечно, шикарненько смотрится, такой апельсиновый цвет на М. Ну если так реально смотреть, то практически ни у кого, наверное, нету М именно в оранжевом цвете, поэтому, ну Илюха прям нашел редкие экземплярчики. Интересно, это родная краска, либо же владелец перекрашивал, мы это все потом узнаем. Сейчас мы уже подъехали на заправочку, сейчас будем вставать на разные колоночки. Так, подъезжаем, я, наверное, заодно зайду в кафешечку, надо что-то купить, похавать в дорогу. Пакуем все ко мне в пакет, так, Илюха куда-то уже поехал, э, стой, меня забыл. Я, как бы, уже тоже свою тачку заправил, все оплатил, сейчас будем, короче, выезжать. Куда Илюха поехал без меня, я не понял, я даже еще в машину не успел сесть. Вот такая вот стояночка, ребят, у нас организовалась, короче, встали на трассе сбоку на обочине и стоим, просто любуемся нашими тачками. У меня такая, знаете, черная машина, такая черная фурия, а у Эллчика, наоборот, такая солнечная дневная тачка. Короче, обе тачки очень красивые, мне прям они очень сильно заходят и, конечно же, у нас с ними будет жесткая суета, поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Ребят, ну мы уже, в принципе, во втором городе, все прошло успешно, как бы, на дороге нигде не тормозили, как сели в тачки, так и поехали прямо во второй город. Сейчас уже паркуемся к домику, точнее, подъезжаем. Вроде бы нормально парканулись. Так, теперь закрываем, наверное, нашу тачку. Ну мы тут, короче, постоим, сейчас номера Илюха прикрепит и мы уже будем суетить с номерами, все будет по красоте. Кстати, что вы думаете по поводу новой тачки Илюхи, вы можете писать в комментариях. Я думаю, что тачка шикарная, я обязательно почитаю все ваши мнения, постараюсь под каждым комментом нажать сердечко. Номера мы уже установили на тачку, кстати, я заметил, что уже как-то вечереет, поэтому надо как-то нам ускоряться суетой. Мы решили сейчас подснять красивые кадры для вас, чтобы вы кайфанули там и так далее. Ну с номерами, конечно же, суетить такое себе, потому что сразу же все штрафы соберем, но что нам поделать, как бы, ребят, для вас стараемся, поэтому обязательно жмите палец вверх. Вот такой автомобиль у Илюхи, кстати, пишите мнение о нем, я вам уже говорил, по-моему, кто написал, тот молодец, как бы, да. Мне просто интересно узнать ваше мнение об этой тачке, мне кажется, кстати, колеса ей надо было бы поменять. Но это уже Илюха будет решать. Сейчас что-нибудь для вас с Илюхой подснимем, поэтому устраивайтесь поудобнее и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Надеюсь, вам понравилось данное видео, потому что мы с Лехой все-таки старались для вас что-то поднять, поэтому надеюсь, что вы поставили пальчик вверх. А также, ребят, для тех, кто хочет принимать участие в моих видеороликах, то для вас есть ссылочка на мой ТГ-канал в описании. Вы можете туда вступать и принимать участие в моих некоторых видеороликах, которые я снимаю с подписчиками. Ну, пишите мнение о этом видеоролике в комментариях, надеюсь, что вам он понравился, потому что мы реально очень-очень старались. Покупка новой машины для Ильи это как начало нового пути для нас, потому что впереди нас ждет большая-большая суета. Но я, конечно же, в это верю и, конечно же, мы будем планировать что-то именно с подписчиками, может быть, какую-то сходочку и так далее. Но чтобы, ребят, ничего не пропустить, то включайте колокольчик обязательно на уведомлениях и ждите новых видеороликов. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok